Одно время это село подмежало роду Ржевских, другое время перешло к роду Чернышевых. Здесь, наверное, бывал еще и Карамзин. Его жена Анна Ивановна, которая являлась, собственно, теткой одного из декабристов. Оно и не принадлежит времени Плещеевых. Для него начинался определенный новый этап жизни. Здравствуйте, уважаемые любители истории! Меня зовут Роман Богатырев, и сегодня мы с вами встречаемся на очередной из цикла телепередач «Прогулки с краеведами». Место нашего сегодняшнего изучения, показа и рассказа – это село Большая Чернь. Место, которое связано с жизнью и творчеством Василия Жуковского и его друзей. Рода Плещеевых. Село Большая Чернь расположено на юго-западе от города Болхов, на берегу речки Нугрь. И долгое время оно принадлежало различным родам. Одно время это село принадлежало роду Ржевских, другое время перешло к роду Чернышевых. Именно в период владения этого села родом Ржевских здесь появляется храм Рождества Богородицы, который был центральным храмом в этом селе. И многие краеведческие источники, которые изучают историю Болхова и Болховского района, говорят о том, что одно время в этом храме, в этой церкви, служил достаточно добрый священник отец Валентин. Отец Валентин по церковным праздникам подкармливал бедных, тех, кто не мог себе приобрести ни еду, ни у кого не было средств вообще на существование. Этим запомнился многим местным жителям. Впоследствии это село перешло к роду Плещеевых, и это был самый интересный и самый важный этап, наверное, в развитии этого населенного пункта. Жил в Болхове с шестью детьми, с женой, а в доме у него жил Осип Букельон. Это стихи, это часть послания Жуковского самому Плещееву. Василий Андреевич Жуковский, как друг Александра Алексеевича Плещеева, много раз останавливался именно в имении Плещеевых в селе Большая Чернь. И вот как раз позади меня располагается часть Конного двора, на котором, собственно, знаменитый поэт, драматург и останавливался. Многие интересные места Болховского уезда, города Болхов, Жуковский описывал в дальнейшем в своих произведениях, и некоторые из них описывал в своих воспоминаниях, говоря о тех мероприятиях, этих праздниках, которые проходили в доме у Плещеевых. Огромный конный двор Плещеевых, один из самых больших сохранившихся в Орловской области, стоит на государственной охране уже несколько десятилетий. Удивительно, что это здание сохранилось, здание, которое помнит приезжавших сюда Пушкина и Жуковского, а может быть и многих других русских классиков. Во всяком случае, совершенно очевидно, что здесь, наверное, бывал еще и Карамзин. Конный двор охватывает большую территорию, он сделан каре, то есть в квадратной форме. Здесь сдвоенные окна симметрично расположены под аркадами, нишами в виде аркад, которые разделены пилястрами, украшенными кронштейнами. Удивительно красивый конный двор XIX века является и сейчас украшением этой трассы. К моменту письма того самого обращения Жуковского к Плещееву в доме в имении Плещеевых жило на самом деле действительно много людей. Это сам Плещеев, шестеро его детей, его жена Анна Ивановна, которая являлась, собственно, теткой одного из декабристов, а именно декабриста Чернышева. И он, как человек культурный, очень сильно развивал в себе эти таланты, писал пьесы, играл на виолончели. И многие современники его жизни, его творчества говорили о том, что он был достаточно талантливым человеком. Именно его талант, может быть, и привлек Василия Андреевича Жуковского к этому общению. К сожалению, множество из его произведений не сохранились, потому что в Черни, в самом имении в Черни произошел пожар, и все написанное Плещеевым в этом пожаре погибло. А тот самый удивительный, наверное, на слух обычного слушателя или читателя Букельон, о котором писал Жуковский в своем обращении, это никто иной, как один из смотрителей усадьбы в Большой Черни, в которой мы сейчас с вами находимся. Скорее всего, усадебное здание действительно исчезло или сгорело, потому что сейчас мы с вами находимся возле здания, похожего на главный усадебный дом, но это уже дом постройки 1876 года. Замечательное здание либо главного дома Барской усадьбы, либо ее флигеля, чудом сохранилось и находится здесь, в Большой Черни. Хотя оно и не принадлежит времени Плещеевых, но однако же это дореволюционное здание, и удивительно, здесь на нем есть закладная табличка, белокаменная, между окнами вверху, на которой написан год 1876, это тоже большая редкость. Сами окна с клинчатыми перемычками, мы видим здесь карниз, который украшает внизу поребри, карниз сложный, хотя и малого выноса, но тем не менее очень интересной фактуры. Мы видим здесь пилястры и резолит, на котором два окна с замковыми камнями стилизованными, резолит, немножко выделяющийся из основного объема здания, фронтон крыши. И вообще это, конечно, поздний классицизм. Такие здания – большая редкость. Этот дом все еще, как кажется, жилой, и, наверное, это спасло его от разрушения. Праздники в усадьбе Плещеевых славились на весь Болховский уезд. Особенно запомнился праздник августа 1812 года, тот период, когда вскоре Василий Андреевич отправлялся бы на фронт для того, чтобы участвовать в Отечественной войне 1812 года. И все друзья собрались в доме Плещеевых. Сам хозяин играл на виолончели, кто-то из гостей на фортепиано, царила дружеская, милая атмосфера. Вскоре, в 1812 году непобедимая армия Наполеона Бодапарта потерпела поражение на полях Российской империи и бесславно закончила свое путешествие по нашей земле. И снова множество гостей приехало в дом к Плещееву. Они поучаствовали сначала в праздничной обедне в каменной церкви Рождества Богородицы, а после этого отправились в сад села Черн, в Чернский сад, где, к удивлению всех гостей, их встречала жрица рядом с небольшой жаровней. Всех, кто удивил, она была одета в таком классическом греческом стиле, а после этого всех ждал праздничный обед на берегу речки Нугры. В это праздничное мероприятие было посвящено, во-первых, возвращению Василия Андреевича Жуковского с фронта Отечественной войны, а во-вторых, дню рождения Анны Ивановны, супруги Александра Алексеевича Плещеева, которую все между собой в дружеском кругу называли просто Нина. Сам Жуковский этому двойному празднику посвятил в дальнейшем одно из своих стихотворений. Веселый есть приют, близ Болховской дороги, Там вас пенаты боги с дарами счастья ждут, Там светлый пруд и сад, Дом старый с мезониной, И негроплещеев с Ниной, И близок Болховград. Под липою весной, Зимой под лепечи, Вам жучка в япончи, Петь будет век живой, И будет суринам Убежище веселья. К сожалению, праздничная атмосфера не могла бесконечно длиться в доме, в усадьбе Плещеевых. И этот праздник подошел к концу, Подошел он к концу в связи с невосполнимой потерей, Которая посетила дом Плещеевых. В 1817 году Анна Ивановна, Та самая Нина, Которую так любили гости дома, Она скончалась, Оставив безутешными шестерых детей И своего супруга Александра Алексеевича. Он не мог пережить утрату И не мог оставаться в черни, И поэтому он принял решение отсюда уехать. И для него начинался определенный новый этап жизни. Он покидал свою родную усадьбу, То место, которое принесло его так много счастья, радости И того добра, Которого несла в себе его супруга. Непосредственно рядом с тем местом, Где когда-то встречались Жуковские Плещеев, Сохранилась еще одна постройка Того же периода. Удивительно красивая и гармоничная. В отличие от комнатного двора, Окна здесь меньше, А стало быть, это скорее всего, Либо Овин, либо Телятник. Но мы видим удивительно гармоничное Архитектурное решение. Мы видим здесь готические окна, Причем мы видим Стройные готические окна. Три подряд. И с двух сторон симметрично Здесь окна люкарные, круглые. Очень оригинальное решение, Нигде больше не встречающиеся. И, видимо, этот мотив повторялся По всему фасаду зданий. Удивительно, и это здание из общего комплекса Дворцово-парковых сооружений Плещеевых тоже сохранилось. Огромный, чудом дошедший до нашего времени, Избежавший страшного пожара, Уничтожившего основную усадьбу Плещеевых, Амбар до сих пор красуется Во всем своем деревянном, мощном великолепии В селе Большая Чернь. Удивляет и поражает, как такое циклопическое Деревянное сооружение, Видевшее Пушкина, Жуковского, Карамзина и самих Плещеевых, Дожило до нашего времени. Оно очень скромно украшено. Это бревенчатое, огромное, срубное здание. Украшает лишь подзор резьба у самого края крыши. Это та самая резьба, по которой, может быть, Скользил случайный взгляд Пушкина. Мне кажется, эта мысль нас очень должна греть. Сегодня мы с вами находимся по-настоящему В удивительном месте, пронизанном культурой, историей, искусством. В месте, в котором Николай Михайлович Карамзин встретил свою будущую супругу. В том месте, где Василий Андреевич Жуковский писал свои произведения. И, возможно, в том месте, которое посетил во время своего знаменитого путешествия в Ворвзрум Александр Сергеевич Пушкин. Именно на этом месте я прощаюсь с вами в селе Большая Чернь. И, надеюсь, встретиться в следующих выпусках телепередачи «Прогулки с краеведами». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!